Какие же у нас были долги? В прошлый раз мы определили преобразование Фурьера. Давайте я буду пользоваться обозначением Александра Васильевича, мне они очень понравились. Возьмем число z, это корень из единиц, то есть z в степени p равно 1. Если на комплекции плоскость рисовать, то z это вот так получается. Мы берем окружность, делим ее на b частей, и z это вот. Что такое преобразование Фурье? Преобразование Фурье чего? Я писал преобразование Фурье для функции. Функция . Если кому-то удобно, можно сказать, что дана не функция, а просто последовательность чисел f0, f1, f1. Собственно, значение функции на этих высчетах, на этих числах, это и есть вот какие-то числа f0, f1, f, 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 f. Преобразование Фурье у нас обозначалось f с крышкой, от y. И это было такой вот сумм z, n, y, от 0 до . Если, опять же, кому-то нравится последовательность, он может не писать, что f от n, а просто заменить f на f. У вас минус был. У вас было взято в степени минус энергии. Хорошо, я хотел попасти, но правильно писать минус. Правильно писать минус. Это сейчас не объясню. Хорошо. Так. Про преобразование. В Фурье у нас была формула больше реля. Во-первых, была элементарная формула, но фундаментарная. Здесь была такая левая, что если мы берем z, считая по степеням n, a, n от 0 до f плюс 1, то эта сумма будет равна либо f, если a равно 0, или 0, если a не равно 0. Ну вот, легче всего это продемонстрировать в случае, когда a равно 1, когда вот у нас этот z, оно является, так сказать, направлено вдоль одной дольки вот этого правильного разбиения окружности на b частей. Да? И когда мы считаем степени z, тогда мы берем z, z2, 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 и в итоге суммируем все вот эти вот вектора, исходящие из нуля. Ясно, что из нуля будет. Хорошо! У нас 0, r. Все-таки они еще к этому не очень привыкли. Напишите, пожалуйста, a не делится на p. Остаток от деления на p, да? Там ноль не ноль. Вспоминайте, это правда было. Правильство тоже, что больше рее, больше рее. Если мы суммируем две функции с сопряжением, да? От нуля до 1, то это будет 1, а p, да? Суммы с сопряжением, их реобразованием выйдет. И еще в прошлый раз была не доказана формула обращения, да? Я ее доказал. На прошлой лекции я ее доказал. А, тогда понятно. Не, почему? Написать надо. А вдруг кто не был на прошлой лекции? Формула обращения. Формула обращения. Формула обращения. Картинка, я не знаю, прояснила ли я там что-то. Что вот у нас есть две планеты, наша Земля, вот. И при образовании в мире любому объекту, объект это функция, да? Ну или там множество будет, да? Сопоставляют какие-то объекты на Сатурне, да? Вот по форме. Объект на Сатурне это прямо вызывание в греевную функцию. Вот. Но оказывается, что эти гиры, эти гиры, так сказать, говорят войск, то есть наоборот, каждой точке на Сатурне соответствует точка на Земле. И, так сказать, наоборот, зная объект на Сатурне, можно определить объект на Земле значность. И так, значит, в сухом остатке есть такая формула обращения. И мы видим, что если мы хотим вычислить функцию f или последовательность, если с вами это одно и то же, по преобразованию for e, тогда нужно писать. Прямо скажем. В общем, видно, что переход из вот этой вот иной планеты на нашу новую Землю выглядит очень похожим, да? на определение, но только вот знак и все изделения. Хорошо. Еще свертка была. Свертка. Давай сюда набор. Свертка. Свертка. Давайте еще раз напомним, что такое свертка. Что такое свертка? Свертка f уже. Это функции. Опять же, на обрезках нуля gp-1 мы свертку определяем как новую функцию. Видите, в определении свертки нет никакого преобразования в фурне. Это как раз, так сказать, операция на нашем родном мире, да? Вот, куда ни выходя, мы определяем свертку, то есть новую функцию. Значит, это новая функция. Функция, которая задается вот такой вот формус. f, f, m опять. Финнируется от нуля gp-1. Смысл этой свертки, смысл свертки очень простой. Давайте рассмотрим, давайте, это важный пример, я здесь не слушаю. Пример. Вот у нас было определение характеристической функции множества. Здесь вот множество a, и ее характеристическая функция задается так. Она равна единичке, если x из a, и нулю, если x не из a. Это характеристическая функция. Собственно, когда мы рисовали последовательность из нулей единиц, для кавалератичных вычетов, мы, в общем-то, писали значение характеристической функции, да? Вот в вычетах у нас была единичка, да? Значение характеристической функции 1, а в вычете 0. Вот, что такое свертка двух характеристических функций? Числа, значит, r. Смотрите, ну давайте поопределим. Значит, это единица a, m, единица b, n-m, m от нуля до b-1. Давайте посмотрим на эту сумму и когда в этой сумме ненулевые слагаемые. Смотрите, вот эта вот функция характеристическая, она вообще-то очень часто 0, да? И чтобы слагаемое, то есть продвинение вот этих двух функций было не 0, нужно, чтобы каждая из функций была не 0. Это что означает? Это означает, что здесь суммируется тем n, да? Значит, сумма идет по тем n, что n принадлежит a, правильно? Потому что ровно тогда характеристическая функция a равна 0. И еще n-n принадлежит b. Ну, то есть я могу написать, что, значит, m это некий элемент a, да? И за n-m это некий элемент b, без b. Теперь я в этот раз поставлю вот n равное a и получу, что n равно a плюс b. Получается, что если n имеет вид a плюс b, а элемент из a, b элемент из b, то эта сумма не 0. Более того, эта сумма считает, сколькими способами я могу представить n в виде суммы элементов из a плюс элементов из b. Понятно, да? То есть смысл в свертке, сколько способов представить n в виде суммы элемента элемента из a плюс элемент из b. Давайте я вопрос задам контрольный, а только я, может быть, ничего не понимаю. Давайте вопрос такой контрольный. Возьмем в качестве a и b просто отрезок от 1 до, не знаю, n большого. От 0 до n большого. Значит, 0, 1, 2, вот. Вот это вот у нас множество a, а может b. Что такое свертка a с собой? То есть просто-напросто нужно понять, дано n, сколькими способами можно его представить в виде суммы двух чисел от 0 до n большого. Ну вот смотрите, если n у меня отрицательный, n меньше 0, то тогда, конечно, я не смогу представить это n в виде суммы двух элементов, да, чисел от 0 до n большого, правильно? Если n у меня отрицательный, то тогда, то есть n у меня, наверное, здесь далеко, вот, тогда я это тоже не смогу представить в виде суммы двух элементов от 0 до n большого, правильно? Не хватит просто элементов, правильно, да? Ну а дальше, ну, например, 0 я смогу представить и ровно одним способом. Значит, 0 это 0 плюс 0, правильно? 2n это n плюс n, вот. А единичку я, например, могу представить, значит, 0 плюс 1, 1 плюс 0, правильно? Ну вот надо изобразить, как ведет график себя этой функции. Значит, вот функция у нас свертка от n, мы поняли, что она, значит, расположена от 0 до 2 n, ну, в смысле, что не нулевая, а от 0 до 2 n. Значит, будет правее двух элементов 0, левее двух элементов 0, в нуле у нас будет 1, в 2 n будет 1, но вот надо сообразить, как будет ввести светофункции. Ну вот, например, значит, в нуле 1, да, в единице мы поняли, что она 2. В 2 n минус 1, к чему она работает? Да, 2 n минус 1 тоже можно представить только вот так, n плюс n минус 1, ну и наоборот n минус 1 плюс n, тоже простой. Ну вот, ну вот, в общем, ответ такой вот. Так, чисел тут 2 n плюс 1 же, да, в основании вот этого дела, да, поэтому он будет просто переводить. В точке n большое значение равно n плюс 1. Вот такой вот смысл свертки. Грубо говоря, свертка нужна для того, чтобы изучать сумму множества a и b, правильно? Ведь она не равна нулю, только когда n попадает в сумму a плюс 1, правильно? Хорошо. Так, это была свертка, да, пример. У нас было еще такое утверждение, что если я возьму 2 функции, посчитаю свертку, а потом от всего этого возьму преобразование фурье, то есть возьму преобразование фурье от свертков. Тогда свертка перейдет в произведение преобразования фурье. Собственно, вот это самое… Сейчас, сейчас, галочка должна быть не над m, она должна быть только над скобкой. Потому что мы прям, мы как бы функцию преобразуем, а потом… О! Да, это вот замечательно в коих свойствах преобразование фурье. Преобразование фурье такую вот сложную функцию свертку просто-напросто переводит в произведение. И этим свойствам, так сказать, люди пользуются, быстро превзают фурье. Я сегодня буду говорить. Берийциев. Продолжение следует...